И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик пойдет на тему предстоящих скидок праздников в честь Нового Года. Остается у нас уже чуть менее двух недель, а это значит, что уже совсем-совсем скоро у нас в Танках Онлайн будут скидки, праздники, ивенты, посвященные Новому Году. Как вы знаете, Новый Год один из самых значимых праздников замечательной нашей игры, наверное, после День Рождения Танков, который у нас в июне проходит. Но сегодня, конечно же, не об этом, сегодня о Новом Году, и сегодня пройдемся по всему тому, что нас ожидает, по моим мыслям, да, что я думаю, что будет. Я думаю, что из года в год особо сильно ничего не меняется, но многие ребята интересуются, многим ребятам подобного рода темы интересны. И если вам нравятся всякие видеоролики, посвященные скидочкам и всяким анонсам, да, мыслям моим, то обязательно, друзья, поддержите данное видео ролик лайком. Ну и в комментариях также от вас жду, чтобы вы написали свои мысли по поводу Нового Года, возможно, у вас они отличаются с моими, и вы что-то годное тоже предлагать можете и предсказывать тоже умеете. Начнем, наверное, с самого простого, что у нас будет по скидкам на Новый Год. На Новый Год, я думаю, что, как и на День Рождения ТО, скидок меньше 50% в игре у нас не может быть. Что касаемо скидок на микропрокачки, то я тут думаю, что тоже самые большие возможные скидки, это 50% на установку шага микропрокачки и 70% на его ускорение. Это максимальные скидки, которые у нас были за последнее время, и я думаю, что на Новый Год все у нас так и останется, 50% на шаг, 70% на ускорение. На весь гараж скидка 50%, плюс, я думаю, что это будет сделано на каждую, например, подразделение, да, то есть на пушки, на корпуса, на краски, на припасы и прочее, да. То есть все будет, я думаю, что отдельно, каждый день расписан, там, условно, 25 на пушки, 26 на корпуса и так далее. Будут скидки по 50%, как у нас это из года в год происходит, я думаю, что традиции менять в этом плане никто не будет. Также надеюсь на то, что будут скидки в магазине 50%, потому что я в свое время, ну, как сказать, в свое время, недавно на Черную Пятницу не закупал никакие там ультраконтейнеры и прочие вещи, и у меня там немножко не получилось, мы там турниры вроде как играли на тот период времени, и у меня не получилось прикупить тех самых ультраконтейнеров, сделать какого-то рода open case на стриме, там, видос какой-то записать. Поэтому я надеюсь на то, что на этот Новый год будут скидки на магазин 50% и полноценно я смогу тоже ультраконты пооткрывать. Поэтому я надеюсь, что 50-ку сделают у нас на магазин, на все. Но, как бы, скидки-то будут в магазине, но вопрос лишь на сколько процентов и будет ли все эти вещи связаны не только там с комплектами, но и с контейнером. Потому что бывает, что на контейнер у нас скидки не делают, и это, ну, меня немножечко, конечно, может покосить, но я все-таки надеюсь на то, что скидки будут. Дальше, что касаемо фондов, я думаю, что тут вообще даже и обсуждать не нужно. Всем должно быть понятно, что фонды у нас на протяжении всего праздника, а я думаю, что праздник у нас будет длиться довольно длительный период, я думаю, что это будет, может, даже какие-нибудь недели-две, должны быть дополнительно в игре x2 фонды и x2 опыт. Как это у нас проходит на все ультра уикенды, на прочие вещи, поэтому ждем, начинаем по-лютому, я думаю, фармить. Ну и посмотрим, что там еще с матчмейкингом, может что-то произойдет до нового года, может эксперименты, которые у нас были, как-то повлияют на матчмейкинг, будет интересно тоже за этим делом последить. Но, что касаемо там фондов, x опытов, я думаю, что тут, как и на ультра уикенды, на протяжении всего праздника, сделают у нас x2 и можно будет нормально так подфармить, кому-то на какие скидочки кристаллов, наверное, будет накопить, можно будет вообще на изи катки все это дело сделать. Дальше, что касаемо спецрежимов, я думаю, что, ну, если уж на Хэллоуин у нас сделали три карты, то на Новый год у нас сделают также, также большое количество карт, сделают у нас старые карты. И у нас будет суперский спецрежим с разными картами, с повышенным шансом золотых ящиков, и можно будет вообще с кайфом половить голды, поностальгировать. Я, к слову, надеюсь на то, что выйдет у нас та самая карта Песочница 2012 года, ее, конечно же, можно там было бы расширить, но если уж Хэллоуин 2013 года у нас ввели в матчмейкинг на ивента Хэллоуина, то я думаю, что 2012 года Песочница с той самой прекрасной елочкой, что может быть лучше? Это реально будет офигительная ностальгия, и я думаю, что это только улучшит праздник, плюс я думаю, что те ребята, которые играли давно на той карте, тоже зайдут в игру, увидят и будут очень даже рады. Такие вещи мотивируют людей заходить в игру, даже если они не играют на постоянной основе, поэтому я думаю, что тут выиграют все и игроки, и разработчики, поэтому я жду, как и на Хэллоуин, пару, тройку карт. Да, я согласен, что, например, там с предыдущих лет, с 2018-2019 карта тоже была неплохая, ее я думаю, что также и оставят, но плюс ко всему прочему, если добавят вот тот же самый песочек, еще что-либо, будет прям очень даже круто. Ну и понятное дело, что на этих спец, на этом спецрежиме, на этих специальных картах будет повышенный шанс выпадения золотого ящика, и, скорее всего, голды будут в виде метеоритов. Я думаю, что в этом плане никто ничего не будет менять, но у нас там даже, если я не ошибаюсь, не то что метеорит, у нас там елки летящие, там орех вроде на елке сидит и летит, скидывает эти голды, поэтому, ну, там такая анимация определенная сделана, я думаю, что в этом плане ничего у нас абсолютно не поменяется. Что касаемо супермиссий, друзья, то я тут тоже надеюсь на то, что у нас появится что-то реально интересное. На прошлый Новый год у нас еще супермиссий не было, но зато у нас на прошлый Новый год была война. По инсайдерской информации, которая у меня имеется, войны точно никакой не будет, да. Но супермиссии, я надеюсь на то, что будут, и они будут не какие-то стандартные, дефолтные, которые похожи на ультравикендские, да, можно так сказать, миссии, а будут реально крутые миссии, может быть, даже сложные, но зато за них будут какие-то достойнейшие призы. Это было бы с точки зрения интереса игроков очень актуально. И мне бы, например, хотелось бы видеть какие-то реально тяжелые миссии, где, может быть, надо немножко попотеть, но зато за этот пот мы дополнительно получим конкретный хороший бонус, приз, и можно будет нормально-таки так жестко заформить. Ну, и я также думаю, что на Новый год должны сделать еще дополнительно какие-то подарки, как это у нас было на день рождения ТО. То есть вы заходите, да, как вот, например, с премки забираете, бесплатный приз, так у нас и должно быть что-то на Новый год. То есть я, если уж разработчики на день рождения игры там расщедрились и сделали что-то такое крутое, подобное, то я думаю, что и на Новый год будет что-то подобное. Будет какая-то плюшечка, халявочка от разработчиков, где игроки тоже как бы могут там зайти, что-то подфармить, может, какие-то там ультраканты, может, еще что-либо. Ну, и для любителей там доната я тоже могу с уверенностью сказать, что всяких спецпредложений тоже будет очень большое количество. И если вы вкидываете денежку в проект, то у вас тоже будет возможность что-нибудь годное там по каким-то спецпакам, по каким-то скиддонам дополнительным приобрести, поэтому тоже там чекайте. Я, конечно, там не сторонник всего этого, но я уверен, что что-то годное в этом плане тоже будет. Наверное, это все, что я хотел сегодня рассказать. Вроде по всем моментам, которые у меня были в голове, пробежался. Что вы думаете по поводу Нового года? Что вы думаете, что у нас вообще в принципе будет? Я считаю, что Новый год это один из самых интересных, актуальных по сей день праздников в нашей игре. Я думаю, что на этот праздник может быть как и хороший бомбический онлайн, так и своего рода какой-то, ну, такой себе праздник, да, какой-то провальный, да, если разработчики что-то сделают не так, где-то зажлобят, может быть, там что-то сделают. Но я все-таки надеюсь на то, что в этом плане все сделают в лучшем виде, потому что, ну, Хэллоуин был реально бомбический. Если сделать Новый год хуже Хэллоуина, то как-то в моей голове уже будет не укладываться та моя, как бы, линия, цепочка в виде праздников по крутости, да. Поэтому я надеюсь, что все мои мысли точно будут реализованы. Может быть, ко всем этим мыслям что-то еще дополнительно крутое мы с вами увидим. Поэтому пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу Нового года. Согласны ли вы со мной? Если согласны, напишите. Если не согласны, если у вас какие-то свои определенные мысли по этому поводу есть, то также напишите по ним в комментариях к данному видеоролику. Все ваши комментарии, конечно же, читаю. Ну и, если понравился данный видеоролик, то обязательно поддержите его лайком, подписочкой на канал. У меня, друзья, на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok